История Даниила Певцова, талантливого актера, чья жизнь трагически оборвалась в возрасте 22 лет, до сих пор остается тяжелой темой для обсуждения. Будучи сыном знаменитого актера Дмитрия Певцова и актрисы Ларисы Блажко, он с самого детства был окружен творческой атмосферой и, кажется, был предопределен для успеха в актерской карьере. Однако его судьба внезапно изменилась в один роковой день, перечеркнув все его планы на будущее. Даниил родился в Москве, в семье известных актеров. Его родители встретились еще в годы учебы и на в момент жили в незарегистрированном браке. Их отношения развивались бурно, но вскоре после рождения сына они расстались. Причиной оказалась измена Дмитрия, а разлучницей – его коллега по фильму Ольга Дроздова. Узнав о романе мужа, Лариса без громких сцен ушла, забрав маленького Даниила. Вскоре после этого она эмигрировала в Канаду, где нашла свое счастье с новым мужем. Даниил вместе с матерью переехал за границу, где они начали новую жизнь, а уже вскоре у Ларисы родилась дочь Алиса. Однако, несмотря на то, что путь Даниила с отцом разошелся, в 12 лет мальчик вернулся в Москву и восстановил связь с папой. Как признавался сам Певцов, в те годы он мало понимал смысл отцовства и многое упустил. Тем не менее, после возвращения сына они начали строить теплые и близкие отношения. Даниил стал частым гостем у бабушки по отцовской линии и проводил много времени с Дмитрием, который активно вовлекал его в свою жизнь и увлечение, включая спорт. С детства Даниил демонстрировал талант и обаяние, что помогло ему преодолеть сложности адаптации по возвращении в Россию. Он окончил Российскую академию театрального искусства, после чего перевелся во ВГИК, так как его привлекал мир кинематографа. Актерская карьера Даниила начала стремительно развиваться. За время учебы он успел сняться в нескольких фильмах, среди которых «Чемпионы», «Из подворотни», «Ящик Пандоры», а также «Ангел в сердце», где Даниил и его отец исполнили роль одного и того же персонажа в юности и в зрелом возрасте. Казалось, будущее Даниила было предопределено. Он мечтал о Голливуде и уже начал переговоры с американскими продюсерами. Однако августовской ночью произошла трагедия, которая положила конец всем планам. В тот вечер Даниил вместе с друзьями отмечал пятилетие окончания школы в одном из московских ресторанов. После закрытия заведения они продолжили веселье в квартире одной из девушек. Было уже утро, когда Даниил вышел на балкон покурить с двумя подругами. Никто не мог предугадать, что это станет его последним шагом. Потеряв равновесие, Даниил упал с высоты. Его друзья не сразу поняли, что произошло, но, когда осознали трагедию, немедленно вызвали скорую помощь. Даниила доставили в больницу в состоянии клинической смерти с множественными травмами. Врачи сделали все возможное, проведя несколько сложных операций, но через 9 дней, так и не выйдя из комы, Даниил скончался. Это известие шокировало не только его близких, но и весь актерский мир. После трагедии ходили многочисленные слухи о причинах его падения. Были версии о том, что парень мог находиться под воздействием запрещенных веществ, однако друзья и коллеги Даниила категорически опровергали эти домыслы, утверждая, что он был порядочным молодым человеком, который вел здоровый образ жизни. Для его отца потеря стала глубочайшей раной, с которой он живет до сих пор. Дмитрий неоднократно признавался, что сожалеет о том, что пропустил важные годы в жизни сына, и что именно это его главный грех. Певцов старался быть частью жизни сына после его возвращения в Москву. Трагическая судьба Даниила Певцова стала страшным напоминанием о том, как непредсказуема жизнь и как важно ценить каждое мгновение с близкими. Он был молод, талантлив и полон планов на будущее, которое оборвалось в одно мгновение, оставив за собой лишь светлую память и незаживающую боль для тех, кто его знал и любил.